Им давно наплевать на любое, твое и мое. И я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. И я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Доброго времени суток! Как уже многие из вас знают, зовут меня Ростислав. Почему я так выгляжу? Отчасти, конечно, потому что я врач. Сегодня в повестке заседания вопрос, который касается спасения жизни людей с тяжелыми заболеваниями. Мы рассмотрим изменения в законодательстве о трансплантации органов. Иногда победить болезнь можно, только если пройти пересадку костного мозга. В этой процедуре нуждаются тысячи пациентов, в том числе дети. Но найти подходящего донора задача непростая, а счет, бывает, идет на дни. Поэтому в России появится Федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться. Используя ее, специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных. Причем не только в собственном регионе, но и по всей стране. Дорога добровольцам до места трансплантации и обратно будет оплачиваться. Дорога добровольцам до места трансплантации и обратно будет оплачиваться. Люди, которые помогают спасать жизни, заслуживают самого большого уважения. Они приходят на помощь, когда особенно нужны. Дают надежду на выздоровление тяжело больным пациентам. Важно, чтобы их здоровью ничто не угрожало. Донорам нужно знать все о возможных осложнениях из-за предстоящих операций. Закрепим за ними право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию. Такие решения помогут большему числу людей, которые нуждаются в трансплантации, получить необходимую медицинскую помощь. Это в первую очередь дети, которым пересадка костного мозга часто позволяет навсегда забыть о страшной болезни. Трехлетнему Егору Пономареву срочно требуется наша помощь. У мальчика редчайший синдром, а пластическая анемия спасти может только пересадка костного мозга, иначе необратимые изменения и ребенок погибнет. Собрать деньги на лекарства и даже найти доноров, а это уже большая удача, помог РУСФОНД, но дальше родителям Егора самостоятельно не справится. Мария Саушкина расскажет о том, как мы все вместе сможем помочь. Трехлетний Егор плачет при виде врачей и боится любого постороннего, входящего в палату. Каждую неделю ему делают переливание крови. Боль, наркоз, бесконечные анализы. От его врожденного недуга о пластической анемии, это когда функции костного мозга угнетены, а в крови недостаточно эритроцитов, лекарства нет. Что, с самого начала? Да. Давай с самого начала. А еще от того, что кровь переливают слишком часто, постоянно кружится голова. Успокаивает любимая детская Библия, когда мама по просьбе Егора в очередной раз читает притчу о сеятеле. Оба верят, что мальчику помогут, что найдется неродственный донор костного мозга, и он наконец-то станет жить, как обычный ребенок. К сожалению, папа наш единственный, который мог бы быть донором, потому что я носитель, поэтому я не подхожу. Он не подошел. В национальном регистре доноров костного мозга искали кандидатов для трансплантации по всей стране. И вот на Крайнем Севере нашелся человек почти без генетических отличий. С Егором они совместимы на 90%. Есть и еще один кандидат. Задача сделать таким образом, чтобы он жил нормальной полноценной жизнью, и обращался к врачу только по поводу простудных заболеваний, сезонных, а не более того. Пересадку костного мозга необходимо провести как можно скорее, чтобы болезнь не разрушила организм. От постоянных переливаний особенно страдает печень. Сейчас Егор готовится к трансплантации. У него строгая диета. Нельзя все то, что так любят дети. Зато можно овсяную кашу. А почему невкусно? Шансы спасти мальчика многократно увеличились. Но все упирается в деньги. Сейчас, когда для трехлетнего Егора Пономарева подобрали сразу два неродственных донора, а это большая удача, дело стало за поиском средств. Семье необходимо свыше 600 тысяч рублей. Эти средства пойдут на медицинские процедуры. И главное, на доставку трансплантата сюда, в детский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. И главное, на доставку трансплантата сюда, в детский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Помочь мальчику можете вы. Отправив на номер 5541 смс со словом «Вести» стоимость сообщения 75 рублей. Мария Саушкина, Никита Фомкин, Мурсал Мамедов, Вести. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. И в моем лице ответьте всем избирателям, которые за вас проголосовали. Что такое хорошо и что такое плохо. Губернатор Ивановской области по имени и фамилии Михаил Мень украл 700 миллионов денег. Но по каналу Спас регулярно в рекламе вылезает женщина, у которой больной ребеночек. И она говорит, что только я могу ей помочь, если отправлю смс-ку на короткий номер. Но у меня такой суммы нет. Я 700 миллионов не воровал у государства. Народных денег. Дорога добровольцам до места трансплантации и обратно будет оплачиваться. Дело встало за поиском средств. Семье необходимо свыше 600 тысяч рублей. Эти средства пойдут на медицинские процедуры. И главное, на доставку трансплантата сюда, в детский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Спасибо. 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 Спасибо.